Русско-японская война была первой крупной войной с массовым применением скорострельного оружия. Вообще пулеметы применялись и в Англобургской войне, но там масштабы боевых действий были другими. И это повлияло на изменение боевых порядков. Пехота стала наступать редкими цепями, применяя перебежки и самоокапывание. Фронтальные атаки стали сочетаться с обходами с флангов. В обороне получили признание траншеи, которые заменили сложные фортификационные сооружения. Более тесным стало взаимодействие различных родов войск. На море стали активно применяться миноносцы. И вообще мины очень активно, очень много наших кораблей подорвалось на минах. Очень активно японцам помогали британцы. Замечены были подводные лодки. Британские, нет прямых доказательств участия британского в Цусимском бою, но судя по косвенным признакам, они что-то там сработали. В июне 1907 года Россия и Япония подписали соглашение, установившее их общую монополию на Манчжурию. А в 2010 году Россия заключилась в Японии соглашение, которое должно было разграничить сферы влияния на Дальнем Востоке. К этому времени, однако, главное внимание России было обращено на положение в Европе. Мир шел к Первой мировой войне.